Исполняющий обязанности Александра Ивановича Герцена, доктор филологических наук, член-корреспондент Российской Академии Образования Сергей Игоревич Богданов. АПЛОДИСМЕНТЫ Наши предшественники, наши учителя, все здесь присутствующие, и гости, и естерцы не продолжали бы великого, благородного, самого важного тела. Но вы знаете, на самом деле, если подумать, нет ни одного праздника, который бы не являлся одновременно и нашим праздником, и мы бы не вложили в него свой вклад. Вот недавно мы праздновали прекрасный праздник, самый главный, наверное, праздник сейчас, который объединяет всех россиян. Тень победы. И подумайте, какой вклад внесли сотрудники, работники педагогической области для того, чтобы этот праздник 9 мая состоялся. И ведь ждет не только то, что многие из наших педагогов, коллег, отдали свои жизни за самое главное, что у нас есть. Подумайте, наши предшественники воспитали целое поколение, которое обеспечит для всей нашей страны, для всего нашего мира этот праздник. И вот какой бы вы другой праздник не взяли, вы увидите, что вклад педагогов, вклад учителей самый большой. И мы должны об этом помнить. Коллеги, мы занимаемся с вами самым важным делом. Это совершенно очевидно. Определяю и сегодняшнюю, и будущее России. Это огромная ответственность, но и огромная честь для нас. В связи с этим, я предлагаю третью Всероссийскую педагогическую ассамблею считать открытой. Спасибо. 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 Дорогие коллеги, это действительно событие общероссийского масштаба. это очень много. «Все 2020 лет назад началась история педагогического образования в России». Мы очень благодарны более чем 600 коллегам в компании практически из тех регионов России. Мы благодарны, что представители руководства страны тоже нашли время и возможность оказаться на этом форуме. Слово для приветствия предоставляется вице-губернатору Санкт-Петербурга Владимиру Владимировичу Кириллу. Слово для приветствия предоставляется вице-губернатору Санкт-Петербурга Владимирович 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 Кириллу. Я только разорву эту цифру. В прошлом году их было 820. А в ранние годы их было всего порядка 20-30 человек. То есть сегодня образование востребовано. Я хочу сказать, что самое главное, именно на наших учителях, в людях самой благородной и нужной профессии, держится вся наша система образования. Именно здесь, на берегах Невы, более двух веков зарождались традиции отечественного педагогического образования. Герсоновский университет стал преемником и продолжателем традиции воспитательного дома, основанного выдачащимся просветителем Ивановичем Бецким, сподвижником Екатерины Великой. Именно и были заложены многие принципы гуманного, добродетельного и гражданского воспитания. Очень много сделано для того, чтобы дети из небогатых сословий, оставшиеся без родителей, получали защиту государства, могли стать образованными людьми и приносить пользу отечеству. Иван Бецкой говорил, что воспитатели должны быть добросовестными и, примерно, достойными людьми. А само образование называл воспитанием сердца и ума. Эти аксиомы и лики возгнули в отечественную и педагогическую школу. Нам сейчас очень важно не просто сохранить, а укрепить связь с именами. От Екатерининского века просвещения до нашего с вами века информации. Хочу особо отметить, что университет всегда давал очень хорошее изнательно-разностороннее образование. Здесь работали выдающиеся ученые с мировыми именами. Одним из первых просивных университет стал внедрять новейшие обучающие технологии, объединять обучение и научную работу. И мы заинтересованы в том, чтобы он готовил высококвалифицированные кадры. Со своей стороны город постарается делать все возможное, чтобы помогать университетам. Вот недавно открылись здесь лингвистический класс, оснащенный самым современным оборотом. Мы только что там побывали, все это видели собственными глазами. И естественно, что средства на оснащение этого класса были выделены из городского бюджета. Для нас важно, потому что у нас проходят сотни форумов, конференций, фестивалей, спортивных состязаний в международном уровне. И на каждой из них нужны переводчики, причем высочайшего уровня. В Петербурге создана уникальная система в поддержке талантливой молодежи. У нас учреден ряд премий, в том числе в области научно-педагогической деятельности. Проводятся конкурсы инженерного творчества, научно-исследовательских проектов, бизнес-сидей. И мы хорошо понимаем, что образование – это один из главных конкурентных преимуществ нашего города. Оно достигается трудом и талантом наших учителей и тех, кто их подготовил. Передал любовь к профессии. Дорогие друзья, уважаемые герциновцы, я хочу с ней души поблагодарить вас за преданность призвану, за верность традиции в служении подрастающему поколению. Желаю студентам успеха в освоении наук, преподавателям и всем сотрудникам университета новых проектов и ярких достижений в вашем благородном труде. А мы вас всегда поддержим в ваших начинаниях. С праздником вас, с юбилеем! Огромное спасибо, Владимир Владимирович. И вот мы недавно были сейчас на осмотре новых классов, которые мы получили для нашей высшей школы перевода. Это беспрецедентный случай, когда город сумел найти возможность помочь в достаточно большую сумму федеральной базарной организации. Огромное спасибо. Для меня большая честь и радость и достать слово для приветствия первому заместителю министра образования и науки Российской Федерации Валентине Викторовне. Приветствую! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Бож sinonburg родители, мои коллеги, позвольте зачитать приветственное письмо от министра образования и науки Российской Федерации Ольги Юрьевны. Васильевна. Учателем 3-го Всероссийской педагогической ассамблея «Педагогическое образование России в будущем». Уважаемые коллеги, откровение Министерства образования и науки Российской Федерации приветствую участников 3-го Всероссийской педагогической ассамблеи «Педагогическое образование России в будущем». Роль учителя всегда имела особое значение, являясь важнейшей миссией, выходящей за рамки профессиональных мнений и навыков. Помимо обучения современных знаний, одна из основных задач педагога — воспитать своих учеников в духе гражданственности и любви к своему отечеству. Уважение к гуманистическим ценностям человечества, заложить основы культуры и традиций народа. Третья — Всероссийская педагогическая ассамблея, призвана стать площадкой для широкого профессионального диалога и обсуждения вопросов развития российского образования на современном этапе, создания единого образовательного пространства России, подготовки современных специалистов. Особенно значимо, что это событие происходит в стенах старейшего педагогического вуза нашей страны — Российского Государственного педагогического университета имени Герцога, которому в этом году исполняется 220 лет. Герцоговский университет обладает научными школами, имеющими бесформный аккоритет в профессиональной среде, богатыми образовательными традициями, колоссальным опытом организации воспитательной деятельности. Желаю участникам и администраторам Третьей Всероссийской экономической ассамблеи успешной и плодотворной работы. А также поздравляю всех герцоговцев с юбилеем университета. Министр образования и науки Ольга Юрьевна, спасибо. Позвольте от имени Минобранауки России в связи с 220 летием университета вручить благодарственное письмо коллективу Российского Государственного педагогического университета имени Герцога за заслуги в научно-педагогической деятельности большой вклад в подготовку высокополивизированных специальностей. Благодарственное письмо Министерства образования и науки Российской Федерации выражает благодарность коллективу Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Российский Государственный педагогический университет за заслуги в научно-педагогической деятельности большой вклад в подготовку высокополивированных специалистов в связи с 220 летием за дням основания университета. От себя лично мне хотелось бы поздравить вас с юбилеем. Это уникальный праздник. Праздник, потому что это он от души. Он в кругу единомышленных. Желаю вам от всей души творческих успехов, счастья, здоровья. Самое важное это то, что мы все вместе. А если мы все вместе и решаем такие большие задачи, я думаю, что все нам будет подключено. Спасибо вам большое. На самом деле мы уже некоторое время чувствуем, что у нас появился сегодня исторический шанс. Речь идет о том внимании, с которым нынешние руководства Министерства образования и науки относятся к подготовке школьных здоровьев. Огромное спасибо. Действительно наш исторический шанс. Спасибо. Уважаемые коллеги, в адрес участника ФСМИ поступило приветствие от председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Володина Вячеслава Викторовича. Приветствие от председателя Государственной Думы Федерального Собрания Володина Вячеслава Викторовича зачитывает Востовецов Сергей Алексеевич, депутат Государственной Думы Российской Федерации, кандидат в педагогических наук. Уважаемый Сергей Игоревич, уважаемые коллеги, гости, участники Всероссийской Федеральной Ассамблеи, большим удовольствием выполню поручение председателя Государственной Думы Федерального Собрания Володина. Почитаю вам приветствие. Приветствую организаторов, участников и гостей Третьей Всероссийской Федеральной Ассамблеи и Федеральное Образование России будущего. В этом году Ассамблея приурочена 220-летнему юбилею Российского Государственного Педагогического Университета имени Денцина. Поздравляю коллектив университета с этой знаменательной датой. Ваше мероприятие имеет общегосударственное значение, поскольку способствует повышению статуса педагога и привлечению в педагогическую профессию талантливой молодежи. Уверены, что в ходе ваших дискуссий будут найдены новые эффективные решения по модернизации педагогического образования и развитию единого образовательного пространства России. Желаю участникам Ассамблеи плодотворной работы, успехов в реализации замеченных планов. С уважением, Владимир Владимирович. Я не могу не воспользоваться той значимой трибурой. Хочу сказать отдельно от себя, не от депутата, а от отца большое спасибо университету Герцена и отдельное спасибо по факультету коллекционной педагогики. Дело в том, что когда 19 лет назад я узнал, что у меня дочь является валидом по ступу, слабослышащий, и, конечно же, ваши специалисты, ваш факультет сделали, по крайней мере, для меня лично очень много в жизни. Сегодня я научусь в университете МЧС, учусь на отлично, знаю два СК. Поэтому дай Бог, чтобы вас просветал и готовил высокопрофессиональность специалистов, которые нам действительно нужны. Ну а мы со своей стороны, государственной думы, питерские депутаты, общественная дума, готовы оказывать поддержку и обращать, и будем помогать. Спасибо. Дорогие коллеги, я должен вам сообщить, что в адрес участников ассамблеи поступило приветствие от полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном оборуде Николая Николаевича Цуканова. С вашего позволения я его вам зачитаю. Продолжение следует... Он прошел большой путь становления и развития и по праву считается культурным наследием нашей страны. Отрадно отметить, что за последние годы увеличился интерес профессии педагогов. Все больше интуиентов поступают на педагогические направления подготовки. В 2016 году конкурс на эти направления вырос до 7,7 человек на место. В 279 вузах страны осуществляется подготовка студентов по программам педагогического образования, на которых обучается около 478 тысяч человек. Профессии учителя вновь становятся уважаемыми, престижными и привлекательными для молодых специалистов, в том числе и благодаря тому, что зарплаты педагогов растут. В современных условиях необходимо формирование в России единого образовательного пространства, чтобы все дети имели равные возможности получения качественного общего образования. Речь идет не только о создании комфортных условий обучения, но и о формировании современные образовательные средства. Важно сохранить и передать новому поколению духовное и культурное наследие народов России, историю, русский язык, великую русскую литературу, достижения в технических областях. Для этого нам нужны совершенно новые формы и содержание профессионального развития учителей, которые помогут им в большей степени стать наставниками, проводниками в мире знаний, чем рост предметов. Современное образование постоянно требует движения к новым высоким знаниям, инновациям, к педагогическому новаторству и новым образовательным технологиям. В этом стремительном движении вперед очень важно не забывать о великих традициях отечественного образования, высокий уровень которого является основным фактом, позволяющим России находиться в числе ведущих государств в мире. От всей души желаю вам всем нам плодотворной работы на благо Российской Федерации. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Иванович Цуканов. Дорогие коллеги, мне очень приятно предоставить слово для приветствия президенту Российской Академии образования Людмиле Алексеевне Кюрбинской. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие коллеги, дорогие друзья, мне очень приятно быть сегодня здесь. Поздравляю вас всех с этим великолепным днем. 220 лет, это очень серьезная дата. А я сразу вспоминаю, что 20 лет назад мы здесь праздновали 200-летие вашего прекрасного педагогического университета имени Керцена и Геннадия Алексеевича. Очень хорошо, конечно, это у меня тоже помнят. Дорогие друзья, всех поздравляю всей души. И очень рады видеть вас всех, потому что среди вас очень много людей близких и друзей. А университет, в котором вы работаете, он совершенно удивительный. Вы знаете, представить себе, что в начале 19 века в вашем университете была открыта школа для глухонемых. Вот представить себе, что тогда преподаватели, работающие в вашем университете, руководство хорошо понимало, как это важно. И теперь, когда Российская Академия Образования, ее институты, и вот я рада тому, что здесь Николай Николаевич Малафейн, который непосредственно этими проблемами занимается, мы делаем, мы тоже помогаем детям, у которых есть проблемы со слухом, зрением, аутизм и проблемы. Я могу только сейчас осознать, что же это было такое в начале 19 века. Вы знаете, мне кажется, очень много прекрасного есть в вашем университете. И вот даже сейчас, думая о развитии Российской Академии Образования и необходимости открытия школы переводчиков, конечно, я обратилась в ваш университет, потому что здесь есть прекрасный центр, здесь удивительный есть специалист, а главное, вы занимаетесь тем, чем не занимаются многие университеты. Вы занимаетесь народами севера, вы знаете их языки, их традиции, их обычаи. Это так нужно сегодня. У нас с переводами очень хорошо на все западные языки, и даже восточные тоже, а на языки народов севера, живущих здесь, у нас, в России, у нас есть достаточного количества переводок, нет, и только недавно выжил прекрасный сборник, в котором, наконец, ряд произведений политических, прекрасных, на том, приборный с переводом на русский язык. Вы знаете, думая о том, как вот жить дальше, я понимаю, что вы делаете главное дело. Вы растите преподавателей. Ведь сегодня самая главная проблема, чтобы наши преподаватели школьные были яркими людьми, чтобы они понимали, что учить надо так, чтобы дети после каждого урока все прекрасно запоминали. Дяды не в учебниках, которых хороших мало, и я надеюсь, что с каждым днем все будет появляться и больше, и больше, а руководитель нашего просвещения, Владимир Ильич, с нами здесь все звонит, значит, безусловно, все будет прекрасно. Но я хочу сказать о том, что главное качество школьного учителя – это любовь. Вообще, любовь, без любви жить невозможно. Сергей Ильич, наверное, многое сказал. Без любви просто невозможно жить, а человек, которого вы принимаете в ваш университет, вот как это проверить, да? Он должен любить ребенка, потому что только тогда он действительно сможет передать все свои знания, всю свою любовь этого ребенка. Как сделать так, чтобы закончил ваш университет, или у Российской Академии есть образование, и вторая опорная точка, кроме Герцановского университета, и Московский педагогический университет. Как сделать так, чтобы ребята закончили образование, шли именно в школу, а не очень нужны в школе, а не в какие-то совместные предприятия. И мы хорошо знаем, что ситуация сейчас начинает меняться, и это очень и очень важно. И хочу сказать вот о чем. Ольга Юрьевна Васильевна, наш министр, начав свою работу еще в августе, еще года не прошло, она сразу поняла, что педагогическое образование, на которое я никто не обращал должного внимания, оно самое главное. И очень скоро, в октябре, она собрала всех руководителей педагогических вузов, их осталось всего 38. Вы знаете, как активно они присоединялись к другим учебным заведениям? И классическим университетам? И редко в тех университетах, в которых как раз были и педагогические факультеты, и педагогические направления. И вот тогда, по настоящему, в первый раз был поставлен вопрос о том, что важнее в России сегодняшнее время, потому что от труда каждого человека, которого вы растите и воспитываете, и зависит наше будущее поколение. И счастье и здоровье не просто самих детей, а всего нашего общества. Я хочу сказать всем огромное спасибо. И могу сказать, что Российское академическое образование без Ирциновского университета предназначено. Поздравляю еще раз вас всех с этой прекрасной датой, и хочу, чтобы вы все были здоровы и счастливы. Успехов всем! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Хотелось бы вам тоже вручить Виталий Российской Академии образцований и приглашать. Спасибо. 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 Уважаемый Сергей Игоревич, от всего коллектива Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова и от Российского союза ректоров поздравляю вас со знаменательной даты 220-летия в Российском государственном педагогическом университете имени Герца. За прошедшие десятилетия университет достиг поистине значимых успехов в сохранении и достойном развитии научного знания, подготовил приятных высококвалифицированных научно-педагогических кадров, получил признания как в России, так и за университетом. Постоянное стремление руководства и профессии преподавательского состава и рекомендации имени Герцена к новым познаниям, уважение к богатым традициям отечественной науки, а также способность решать многосложные вопросы высшего образования с низками будут заслуженно высокого репутаций. Убежден, что гармоничное сочетание накопленного опыта и стремление к инновациям будут и в дальнейшем отличать ваш университет. От всей души желаю вам, уважаемый Сергей Ильич, и вашим коллегам по университету счастья, процветания и высоких творческих достижений. Президент Российского Союза ректора, ректор МГУ имени Михаил Васильевич Волоносов, академик Гран-Микратор Часанович. Также Министерство обороны Российской Федерации не могло оставить без внимания сегодняшний юбилей, соответствующие поздравления, а также приказом заместителями министра обороны Российской Федерации Сергеевич Волоносов, награждается медалью генералом армии Хмаровский, заместителем министра обороны Российской Федерации Сергеевич Волоносов. Министерство служил, но приятно. Огромное спасибо коллегам. Давайте поблагодарим, что вы интересен и вы готовите. Коллеги, мы сейчас много говорим о необходимости воссоздания общего образовательного пространства. Это действительно самая важная задача. Понятное составляющие этого пространства. Это Министерство образования и науки, которое определяет политику в области образования. Это Российская Академия образования, которая осуществляет экспертную научную работу в части развития педагогических и вообще образовательных программ. Это, конечно, ведущие вузы, педагогические и классические университеты, где реализуются образовательные программы по педагогическому направлению. Это, конечно, общественно-профессиональные ассоциации, в которых в последнее время строится все больше и больше. Это, конечно, регион, потому что мы живем в полиэтнической многорегиональной стране. Но кроме этого, есть еще одна очень важная составляющая. Это продвинутые в интеллектуальном отношении, хорошо подготовленные, имеющие опыт и коммерческой работы, и творческой работы партнеры. Одним из таких партнеров я очень рассчитываю, что у нашего университета будет издательство просвещения. И поэтому сейчас слово для приветствия предоставляется президенту издательства просвещения Владимиру Ильичу Узурову. Уважаемый Сергей Ильич, дорогие коллеги, друзья, Вы представляете себе, какая это честь и огромная ответственность выступать после великой людьми в Северном Требецке. Уже на 29 языках пускается именно этим нашим филиалом. Заканчивая тем, что в прошлом году мы закончили большой проект по диагностике программ всех ведущих частей восьми металлических вузов страны. Поэтому хочется сказать много добрых слов, если есть такая возможность. Для меня огромная честь в присутствии на Ассамблее, посвященной в зодосетии ведущая президенту России, в дисциплинических стратегии, в искор宮хинском Требецке именно Александр Иванович Ильич. На протяжении всей своей истории главной целью и смыслом всей деятельности ее — это прослужение России. Через впечатление учителей, через формирование в блистящих атмосферах. Среди известных веков университета мы с гордостью можем назвать Касим Ильича Ушельского, Сергея Ивановича Ожикова, Касим Ильича Ушельского, Сергея Ивановича Замятникова, Ленина Петровича Семенова-Теншанского и Игоря Васильевича Крючанова. Университет ослабили такие известные выпускники, как поэты Николай Заболоцкий и Виктор Езников, председатель-поблицесский Владимир Заменин, комплектор Александр Морозов, многократная олимпийская чемпионка университета «Скрышность и любовь и любовь» и многие другие. Среди более 11 тысяч выпускников университета множество успешных школьников, да и всех работников, и вторых школьников. Из стен университета они вынесли ответственное отношение к юридическому труду, любовь к своей профессии. Показателем университета являются слова Ленина Морозова-Теншанского и Университета, народа университета России, директора прославленной 2-й санкт-петербургской гимназии. Если вы не будешь счастливым и молодыми людьми на многие годы идите в школу, но помните, школа-то не работает, школа-то не работает. Однако помимо любви к своей работе, современные ученики должны обладать профессиональными компетенциями, которые позволяют им развивать, обучать и распределить наше предоставленное поколение в соответствии с требованиями современного времени. Они должны подготовить наши идеи к жизни и работе в будущем, которые никто не может предоставить сегодня с устойчивой степени достоверности. Успешность учителя сегодня невозможна безформирование технической качественной коллективности, общая культура, позитивная направленность на гимническую деятельность, устойчивая потребность непрерывно в вещественно-профессиональном развитии. И подготовить участие к гимнической деятельности – это важнейшая ответственная задача общегосударственного масштаба. Мы все помним слова Академии Краснодарской Академии Нового Никита Николаевича Морисеева, который же в конце прошлого строительства сказал, именно та нация, которая сумеет создать более совершенную систему учителей, сделается бидером 21 века. В этом смысле и важный собак университета по созданию современной системы учителей трудно переоценить. Глубокое понимание преподавателями особенностей современной битвыки, реальной настоящей и будущей времени, в котором работают и будут работающие учителя, позволяет вам найти такие подходы к учению студентов, которые делают образование в степени Герцена качественным и престижным. Недаром одним из лучших подразделений университета является научный институт общего названия. Его фундаментальные исследования позволяют сформировать у студентов те профессиональные навыки, которые необходимы учителям в 21 веке. И словам директора института Алпы Курсом Трапициной я ничему не учусь к ученику. Я лишь создаю условия, которые они сами научатся, могут стать девизом каждого современного жителя. Правда, университета для современной битвыки и становления новостей обозначения неоценимы. Значит, и все достижения КУ являются премиуми инвестициями в настоящий и будущий успешный станет на Минске России, подтверждение государственного статуса в современном мире, статуса великой страны. Единый круг замыкает совмещение России, развитие северно-российской системы образования, эффективной и предпринимательной на мировом рынке и повседневной многотрульной работе коллектива Герсонского университета, дающие великолепные результаты. Именно поэтому мы решили, чтобы в 120-летнем юбиле университета необходим очень символичный подарок, получающий ваше достижение. Обозватель вовремя посвящения, имеющий в самой лучшей стороне традиции издания учебнической литературы, преподносит богатейший библиотекер имени РГБ Нигерца, одной из старейших университетов нашей страны, 220, выходил за художественник нашего премиума, одной из которых величие россияне участвуют в своих руках. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Основаясь на нашем великолепном сельском творчестве, совместным усидимым ученым, преподавателем селеза университета, пустяков и партнеров, а среди партнеров, я также называю нашим посвящением, мы можем остановить великолепные университеты нашей страны. С юбилеем вас, удачи, всего самого доброго праздника. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогие коллеги, только что поступила правительственная телеграмма, которую хотелось бы, наверное, зачитать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уважаемый Сергей Игоревич, всей души поздравляю коллектив университета со знаменательным юбилеем 220-летия Российского государственного технологического университета имени Александра Ивановича Герцина. Являясь преемником Петербургского воспитательного дома РГПУ имени Герцина, основанный в 1797 году, с целью обеспечения широкого выбора профессиональных жизненных научных интересов молодежи, заложил традиции, определившие главное направление развития университета, подготовку высоко квалифицированных кадров для различных областей педагогической деятельности. РГПУ имени Герцина, продолжая развивая базовые идеи и ценности, является уникальным многопрофильным научно-образовательным комплексом, крупнейшим культурно-процветительным центром, признанным лидером отечественного образования. Университет осуществляет подготовку специалистов на уровне высочайших первых стандартов и по праву занимает достойное место в российских суббежных литингах. Желаю университету процветания, сохранения и приумножения славных традиций, а профессорам, преподавателям, студентам и аспирантам крепкого здоровья, благополучия, научных достижений, реализации всех планов и начинания во благо процветания России. Председатель Климитета Государственной Думы по образованию и науке Вячеслав Алексеевич Никонов. Уважаемые участники, слово для доклада предоставляется исполняющему обязанности ректора РГБУ имени Герцена Сергею Игоревичу Богданову. Дорогие коллеги, друзья! Выбранная мною тема доклада на пленарном заседании нашей ассамблеи определяется двумя обстоятельствами. Тема доклада звучит так «Язык современности в педагогическом пространстве России». Так вот определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, сфера моих профессиональных интересов лежит в области лингвистических исследований или междисциплинарных разработок, всегда так или иначе связанных с языком. Во-вторых, что гораздо более существенно, через явление понятия «язык» мы с необходимостью выходим на самые острые проблемы нашего сегодняшнего коллективного существования. Будь то государственное строительство, обеспечение безопасности и территориальной целостности нашей страны, совершенствование системы образования Российской Федерации, в частности, педагогическое образование. Действительно, очевидно, что общность языка обеспечивает эффективность коммуникации всех типов отцов и детей, граждан Российской Федерации между собой, с государством, с мигрантами и их детьми, из которых уже трудно представить целые сферы нашей жизни, между учителем и учеником, мужем и женой и так далее. То, что у нас сейчас с эффективностью коммуникации в обществе не все в порядке, совершенно очевидно. Многочисленные современные исследования убедительно свидетельствуют о том, что очень значительная часть россиян не понимают текстов законов, других нормативно-проводных актов. Культура, устные и письменные речи, по спекте необходимости обеспечения непонятности, недвусмысленности, нейтральности, это, кстати, требование закона, стремительно опармливают даже в сфере использования русского языка как государства. О том, с какими трудностями сталкивается учитель в классе с полиэтническим составом учащихся, знает каждый, кто хотя бы раз присутствовал на подобном уроке. Наконец, пожалуй, самое страшное. Значительная часть школьников просто не понимает текста школьных учебников, будучи незнакомы с значительным количеством слов там представленных. В некоторых современных исследованиях утверждается, что с такими трудностями сталкиваются до 50% школьников. А вот факты, упомянутые в части затруднения работы гражданами с текстами наоборот и наоборот и наоборот актов очень много в последнее время вот писали следователи в штанг-петербургском университете. Там эти данные представлены, цифры пугающие. Можно познакомиться с ними. К чему может привести неэффективность общественных и личных коммуникаций, достаточно понятно. Но язык выполняет еще несколько критически важных в жизни общества функций. Во-первых, именно в языковых формах, в частности в текстах, фиксируется языковая картина мира, свойственная нашей культуре, нашему языковому сознанию. И весь опыт научного и культурного познания мира. Поэтому, если мы говорим о системе образования, то мы должны согласиться, что наша главная и по существу единственная задача научить школьников и будущих педагогов к языку предмета, специальности, и приобщить их к работе с наиболее значимыми, в частности с классическими русскоязычными текстами, фиксирующими основы нашей нравственной, идеологической традиции. Коллеги, вы понимаете, что когда я говорю о языке, то мы говорим о междисциплинарном языке. Поэтому этот вопрос, который имеет такое же отношение к физикам, к математикам, к биологам, к любым другим специалистам, речь идет не просто о лингвистической доминанте, речь идет о том, что это естественное, объединяющее нас всех поле. Представляется, что решение вышеприведенных задач обеспечит эффективную и содержательную коммуникацию в тех сферах нашей жизни, о которых говорилось выше. Решение этих задач в настоящее время сталкивается со значительными сложностями. Действительно, о каком общем языке, например, предмета русский язык, можно говорить, если в школах используется более 70 учебников по этой важнейшей дисциплине. Всего у нас сейчас загрифовано больше 2000 учебников. Общественная обеспокоенность подобными обстоятельствами уже привела к неким положительным результатам. В частности, к реализации проекта создания общей линейки учебников по истории для школы, или, во всяком случае, нескольких линейок. Уже упоминавшийся факт незнания школьников и целого ряда слов, используемых в школьных учебниках, также требует компенсации путем создания специальных учебных словарей и обучения и работе с ними учителей и школьников. В этом отношении, кстати говоря, очень много делает организация «Родное слово». Сергей Деревянка сегодня присутствует, он с нами. Большое ему спасибо за эту работу. Надо сказать, что никогда еще школы не имели такой свободы в формировании и содержании учебников. С одной стороны, это создает условия для творческой реализации школьного педагога, с другой, усложняет формирование единого образовательного пространства. А если к этому еще добавить, что в 10% школ, это примерно 4,5 тысячи школ РФ, языком преподавания является не русский язык, а общегосударственный язык РФ, а один из языков народов РФ, то острота проблем также существенно возрастает. В итоге можно констатировать, что, к сожалению, общий язык в системе преподавания, который связан по ученикам и учителям, школьных педагогов из разных регионов РФ, в неопротивной степени на сегодняшний день еще не выработан. То есть, не сформулирован с точки зрения фиксации лексических норм этого языка. Словник и значение представленных термин, терминологические сочетания, общепотребительные лексики и их системных связей, своего рода грамматики. А ведь мало иметь отдельные учебные словари по конкретным предметам и сферам знаний, надо еще создать мотивацию и научить с ними работать школьникам и педагогам. Разрушение общего языкового пространства способствует также и объективное психофизиологическое изменение восприятия молодыми людьми традиционно базовых для нашей культуры и образовательной традиции русскоязычных текстов. Если раньше, молодой человек имел дело с достаточно протяженной вербальные последовательности, включающие скользные синтетические переводы, то теперь существенно более короткие текстовые сегменты обрабатываются нашим молодым современникам максимум в течение 15 секунд. При этом желательно использование мультимедийной составляющей, в частности видеоряд, элементов инфографики. Чрезвычайно ценится также возможность выбора или перехода от одного такого минимизированного сегмента текста к следующему столь же неподолжительному. Если учесть, что русский язык в интернете и в социальных сетях занимает второе место, то становится понятно, что влияние этого специального, специфического языка на речевую практику современной молодежи трудно переоценить. Пороться с формирующимися предпочтениями молодых людей и россиян в части естественного для них способа обработки текста абсолютно бессмысленно. Естественная задача, возникающая в контексте этой проблемы, создать формат естественного современного молодого человека и представить в этом формате наиболее важные учебные, научные, художественные и стойко-культурные тексты. При этом необходимо учитывать некоторые проблемы чтения. С одной стороны, проблемы чтения отход от приоритета тексто-центричной культуры вне текстовый способ мировосприятия, предпочтение визуальных символов логики и углублению в текстах, неспособность к восприятию длительной ливейной последовательности книжного текста. С другой стороны, положительные черты современного читателя, способность к многозадачности, одновременности и параллельности действия, умение быстро переключаться между разрозненными смысловыми фрагментами, высокой скорости обработки информации. Такого рода привлекательный фрагмент характерен для так называемых текстов новой природы, это уже практически те, для которых характерны гиперсекстуальность, синтез мультимедийности и вербальной структуры, активное использование инфографики, интерактивные графики и элементах дополненной реальности. С одной стороны, в этом явлении нет ничего нового. Корни современных тенденций можно искать в 3 веке до н.э. К этому периоду относятся зарождение так называемой визуальной поэзии, литературно-художественного жанра, выполняющего высокие эстетические функции и объединяющего графические и вербальные возможности дискуссия. Не менее показательна в этом плане эмблема эпохи Ренессанса и Барокко. В тексте Глимера Хребникова, в оформлении Павла Филона, многое другое. Ученые констатируют, что в период существования пустя индустриального общества визуальное начало становится ведущим. высказывается мнение, что наша культура как бы возвращается от гутенберговской цивилизации, основанной на книге «Цивилизация и картинки», где ведущую роль начинает играть визуальное восприятие. Виртуальная, визуальная реальность предстает как культурный конструкт, подливающий чтению и интерпретации в той же мере, какой эти процедуры относились к литературному тексту. Наглядность, находчивость универсального сексуального языка позволяет более компактно передавать информацию и ускорить процесс ее восприятия и сохранения. Вот, пожалуйста, примеры и исторические параллели. Фигурное стихотворение в форме сердца от избытка сердца устнает глаголит из цикла «Благоприветствование на случай в честь рождения царяющегося Семен Курц в 1661 год. Библины эпохи Инвестации и Бороны здесь представлены и также тексты от Велимира Хлебникова в оформлении Павла Филона. Рассмотрим ряд фактов, подтверждающих исконное обсуждение. Последние годы в России стали весной популярной дистанции, посвященной представлению книг или текстов, которые можно не столько читать, сколько осматривать. Ну вот, например, книги собрали Марка Почмакова, интертекст, новые тексты. Таким образом, можно констатировать, что на настоящий момент общее в широком смысле языковое пространство в России нарушено. Соответственно, нарушено единое образовательное пространство. Нарушено в условиях, когда современная действительность создает новый вызов и ставит новые задачи для того, что необходимо сделать всем нам вместе и в нашем университете в частности. Первое. В принятии управленческих решений, позволяющих Министерство образования и науки, Российская Академия образования, ведущим университетом, реализующим программы педагогические направленности, общественно-профессиональным организациям, руководству регионов и региональных образовательных учреждений, выработать общую идеологию современного образования и реализовать конкретные масштабные образовательные проекты. Новое руководство Министерства образования и науки, в первую очередь наш новый министр Юрий Новосельев, уже очень много для достижения этих целей. Второе. Необходимы максимально краткие сроки продвинуть разработку в области новых образовательных технологий с учетом характеристик текстов новой природы, передовых достижений в области дистанционного образования и протестировать созданные инновационные лечебно-металлические комплексы в практике преподавания в условиях разных регионов Российской Федерации. Так, в РГПУ уже начали разработки инновационной системы дистанционного обучения, условное название «Наш Русский», основанной на идеологии многоуровнево терминологического глоссария. Надо сказать, что словарные идеологии не случайно в данный момент оказываются основной точкой опоры. Если мы посмотрим на клыбе формирующейся человеческой культуры, мы увидим в качестве первых образцов серо-бавилонские параллельные словарики. Это первое, что было зафиксировано в части рождающейся общечеловеческой культуры. Не случайно мы сейчас обращаемся к словарям как самым совершенным настоящим моментом описанию явления понятия языка. Принципиально, что это междисциплинарный научный проект. Сейчас мы поставили перед собой задачу составить конкорданс всех слов, терминологических словосочетаний, прочих единиц текста, которые встречаются во всех рекомендованных учебниках пятого класса по математике по русскому языку и литературе. Выделенные понятия образуют разнородные единицы, которые связаны между собой определенными связями. Эти связи можно говорить как родоведовые, как дидактический маршрут. Вот такого рода разработка, которая должна зафиксировать необходимый набор знаний, воплощенный в словарную форму для учеников на разных уровнях учения, мы попробуем сделать. Надо сказать, что у нас есть уже некоторые успехи в этом направлении. Так, одним из ярких примеров учебно-металлического комплекса нового поколения является школьный циклодический словарь русский язык, подготовленный лучшим литературным Санкт-Петербургом, которому удалось рассказать русский язык не только профессионально, но и интересно. Школьный словарь это единственная не имеющая навык в России с дами, которая на сегодняшний момент существует в трех форматах. Печатная версия, электронная книга, мобильное приложение. Словарь в своем роде уникали, не только благодаря содержанию, но и оригинальному современному дизайну. Не менее интересным, но уже педагогическим опытом является методическая пособия, посвященная словарю. Авторы подготовили, писали целую коллекцию различных мультитекстовых методик работы со словарем. Создание дикотекста статьи, построение таблицы схем, многоуровневый анализ статей словаря, перевод статьи в вопрос конструкции, переструктурирование, создание мультиведикных расширений статьям словаря, приведение исследований по словарю подбор форта, аудио, видео иллюстрации. Следующий момент. Да, надо сказать, что в этом направлении уже довольно серьезно продвинулись очень важные для нас подкеры, например, в Зайском Просвещении, вот, осваивая новый формат учебников, в этом отношении тоже сфера, тоже, так сказать, движется в этом направлении. Я уже говорил о небольшой работе, которая проводится родным словом. Язык предметных областей необходимы в учебнике длительной лекции на каждом уровне обучаемых должны обеспечить преодоление тех проблем, вот о которых я уже говорил. Следующий момент очень важный, он связан с биолингвальным и поликультурным образованием. понятно, что в такой стране, как Россия, с необходимостью требуется внимание к особенностям регионов. Необходимо возрождение в преподавании во всех педагогических вузах и всех школьникам России традиций диалогов. межкультур обеспечит обогащение существующих программ по теории методики обучения и воспитания изучением традиций билингвального поликультурного образования, включением в обязательный список для изучения во всех педагогических вузах трудов Каптелева и Библия. Обучение в российской школе через диалог культуры и межкультурную коммуникацию предполагает во-первых организацию образовательной святы на основе диалога культур и межкультурного взаимодействия обеспечение равного стандарта и равных возможностей для каждого ребенка в получении качественного образования обеспечение гарантированного уровня и качества образования через осуществление деятельности специфичной для детей прежде всего в форме познавательной деятельности и творческой активности кажется целесообразным было бы создать специальный ресурсный центр к вопросам билингвального поликультурного образования Российская Академия Образования с привлечением региональных филиалов Российской Академии Образования в детском университете первый шаг в этом направлении уже создан создан Центром билингвального поликультурного образования надеемся что в конце этого года мы сможем познакомиться с серьезными результатами работы Ну и наконец самый последний момент о нашем профессиональном языке На сегодняшний момент отсутствует доступный для любой категории педагогов энциклопедический словарь терминов педагогов педагогики Существующий сейчас наиболее полный словарь термин все-таки на неких специалистов больше чем на обычного учителя педагога Это не является его расположенной книгой инструментом Я думаю что мы в нашем университете будем обсуждать возможность такого проекта создания современного энциклопедического словаря терминов педагогики и конечно эту работу можно выполнить только вместе Вместе не только в нашем университете так же как мы вместе должны составить общее пространство так же в этом наглядном проекте это должно проявиться Вот коллеги о чем я хотел рассказать это одновременно и предложение совместной работе Спасибо Сергей Игоревич Богданов исполняющий обязанности ректора Российского Государственного Педагогического Университета имени Герцена Третья Всероссийская Педагогическая Ассамбле